Всем привет! Меня зовут Настя Каменских и вы смотрите мой видеоблог. Это серия про то, как проходит мое будние, сколько событий у меня каждый день. Я вам сейчас все покажу. Дуэт Потапа Настя всеми так любим. Боже мой, люди сейчас действительно плачут. Ребята, простите нас, пожалуйста. На самом деле мы сами очень любим наш дуэт Потапа. Алло, хэппи ранку, а кто це? Добрая ранку по влоге Брав. Ой, здрасте! Это самый громкий храп. Кто храпит, скажи. Храп-храп! Храп-храп! У него как мисс Калапа про кого я? Про? Ну... Ну... Остапа! Остапа! Есть! Остапа! Конечно же моя музыка, она не имеет никаких границ. Вот что самое важное, потому что я родилась в Украине. Я жила очень долгое время в детстве в Италии, в Неаполе. Я неаполитанка себя считаю. Очень много тоже провела времени в Америке, да и в принципе я обездила весь мир. Я честно признаюсь, что НК вы услышите неоднократно не на одном только языке. А скажи, а ну-ка на итальянский сервис? Да, я могу говорить итальянский. Нет, я говорю наполитан. Порто Италия? Да, нет. Настало время в сольный отправляться полет. И пусть Потапским хочет дальше вместе поет. Хочу нести в народ теперь свой репертуар. Ну-ка, кузвар. Или шашлык, а может и, чтоб слюнки потекли. Хорошо. Хорошо. Друзья, встречаем и приветствуем сегодняшний день МК. Спасибо, ребята, всем большое, спасибо. Ребята, мое приключение продолжается. Я приехала подписать все новости о своем выходе от клипов. В принципе, тема не меняется. Вот, меняются только наряды, поэтому я хотела показать, какая я нарядная. Ребята, извините, мне сейчас кто-то ставит петличку и ждут, пока я договорю в своем блоге. Ла-ла-ла. Я пошла, Лерчик продолжает снимать, а вы смотрите дальше. Хореографию ставили lockout. Это два мальчика, моих знакомых, очень крутых профессионалов. Сколько по времени? Ну, нам заняло это, наверное, неделю. Платье, оно было очень-очень узкое. И я вот так вот держалась за кого-то, помню, так вылезла в эту кастрюлю. В ростопырку были ноги, руки, вот. И надо было вылезти нормально, спокойно. Но мне было сложно это снимать. Казалось бы, секунда, вообще просто секунда этот кадр. А снимали мы реально минут 20 и готовили. Всем привет, меня зовут Настя Каменских. Кто меня не велит, вот, вот написано. Вот Настя Каменских, это моя гримерка. Я приехала в гости к Ване Урганту показать свою премьеру, свой новый-новый крутейший клип. Я хочу вас пригласить в свою гримерку. Здесь сидят девочки. Они стесняются. Очень. Чтобы вы не сомневались, смотрите, какой у Настеньки Райдер. Пожалуйста, внимание. Ля-ля-ля. Вот так вот Настенька кушает. Тут грейпфрутики. Бананчики не мое, честное слово. Я себе сама начучундрила вот эту чичу. Это было очень-очень сложно, честно, поверьте мне. Я знаю, что со стороны кажется, это просто страшный бардак, в который ты просто впихиваешь. Невидимки было. Невидимки, да. Но на самом деле это специально круто подготовленная прическа. Так что мы готовимся в предвкушение. У меня прекраснейшая вообще настроение. НК. Ты же НК. Ты же НК теперь. Да. Ну что, что, что? Что, что? Аликс, звук не пишется? Очень хорошо. Без звука сегодня работает. Видео работает? Это мое видео, мой блог. А, это мы вот в этот блог? Да. Это вот там вот эти люди смотрят, как ты там вот бегаешь по миру? Я вот всегда занимаюсь спортом. Никому это не интересно. А вот когда ты занимаешься спортом, всегда это все смотрят. Почему? Мне было интересно. А вот ты много занимаешься спортом? Не очень. Почему? Минут 4 в день. Ну ты хорошо выглядишь. Я ношу вытягивающие лосины и корсет. Серье? Да. Ну хорошо, лицо же. Немножко приподнимаюсь. Здесь лицо все вставляю, нити сюда, делаю геоуроночку. Ты знаешь, что такое нить, да? Конечно, я же делаю эту носогубную, закачиваю себе ботокс. Ну все, я же взрослый человек. Почему не отношу винина? Я живой человек, Настя. Я же звезда. А у меня все настоящие. У тебя все настоящие. А мне не нужно. А мне ничего не нужно настоящего. Друзья, позвольте представить вам наш сегодняшний гость. Это певица, молодая начинающая певица Энн Кей. И, конечно, вы узнали в ней Настю Каменский. Да. Из дуэта Потапа и Настя, который, к сожалению, прекратил свое существование. Нет, мы поставили дуэт на паузу. Это мы сейчас поговорим вот там, Настя. Нашим зрителям тяжело вот так тебя сразу без Потапа. Поэтому у нас есть небольшой такой вопрос, чтобы плавно зрители входили в это состояние. У нас есть Потапа заменитель. Будьте любезны. Потапа заменитель. Поехали, работаем. Настя, ну! Это мое? Ребята, мои приключения продолжаются. Мы с Лерой сегодня потренировались в спортзале. Встали в 6 утра. Мы будем презентовать свою песню. На очень-очень клевое радио наших друзей. Пойдем с нами. Будет весело, интересно. Мне говорят, если хотите сладенькое, Настенька не ест сладенькое. Просто сахар это сладкое зло. Ну, в общем, Настенька не ест такое. Пастила. Вот это все не ко мне. Ребята, сейчас у меня по времени второй завтрак. Я приволокла на радио свои отварные яйца. Но мой друг Александр совершенно не разделяет мой выбор в завтраке. Правильно, Сашенька? Абсолютно. Познакомьтесь. Это Саша. Мы с Сашей знакомы очень-очень много лет. Сашенька нам помогает уничтожать все сладкое на планете. Это Настенька. Творческая минутка мотивации от Насти Каминских. Вы знаете, меня за последнее время просто очень-очень много спрашивают, каким образом получается выглядеть с утра хорошо, каким образом получается держаться и на диете, и не на диете, а на правильном питании, когда ты находишься на гастролях или еще в принципе в жизни и так далее. Силы откуда берутся, мотивации. Для того, чтобы что-то получить, для того, чтобы что-то иметь, нужно поработать. Ну, не появится оно у вас просто так, с воздуха. Ну, не бывает так. Даже если получится получить это что-то от другого человека, например, какой-то подарок, который вы хотите, ну, однозначно, этот человек не сможет вам сделать вашу фигуру или вашу жизнь, вашу карьеру, ну, однозначно. Поэтому я зазываю всех, как можно больше людей. Я вас очень прошу, работайте над собой в любом совершенно направлении. Это не важно. Просто работайте. Минимум, что вы можете сделать, это 10 страниц в день, вечером почитать какой-то мотивационной книги. Зарядку 15-минутную сделать с утра. Откажитесь от второй ложки сахара в чай. И поверьте, вот честное слово, это вам кажется, ну и что будет. А будет многое, потому что таким образом вы сустите свой коридорчик, начнете вот так идти, 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 и придете к успеху своему собственному. Аминь. Сегодня у меня потрясающий день. Во-первых, посмотрите, какая у меня красивая шапка. Вы видите, прям, прям вообще. Я сегодня утром выбегала из дома, было очень-очень холодно. Я подумала, что вот она сейчас уместна. Но вышло солнышко в Киеве, вот, и стало немножко жарковато. Но я ее все равно не сниму, потому что она создает такой уют. Если бы сейчас была бы Лерочка, она бы очень стеснялась. Но я хочу Лерочку, когда ты будешь смотреть это видео, передать тебе огромный привет и спасибо тебе огромное. Лера, девочка, с которой я работаю, она пиарщица в Энко-Тим. Она не только пиарщица, она директор и подружка, и все-все-все, на самом деле. Потому что у нас Энко-Тим – это большущая семья. Лерочка создала бренд Свитла, я оставлю ссылочку под этим видео, где вяжут разные няшечки. Там еще и шарфики, и кардиганчики, в общем, все-все-все, кому интересно, обязательно заходите. Вы не представляете, какого качества эта вся штука? Когда она мне рассказывала, как она искала этих людей, которые классно, качественно все это свяжут, я понимаю, что человек относится к своему делу с подходом, так сказать. Поэтому, Лера, спасибо тебе большое за этот подарочек. Я уже поняла, что я хочу еще красную, еще синюю. У тебя очень много красивых цветов. Сегодня потрясающий день, потому что я приехала к одной очень-очень хорошей, доброй организации, которая называется «Жизнелепа», где ребята помогают пожилым людям. Я вам сейчас подробно все это расскажу уже с ребятами, но хочу показать Лерочку и багажничек. Лерочка и багажничек наш. Это мы накупили кучу-кучу вещей, и собираемся утеплять бабушек и дедушек на зиму, чтобы вам было тепленько. В общем, мы приехали заботиться. Это всегда так приятно делать. Так замотались, ребята, вы не представляете, но несмотря на нашу занятость, мы находим время сделать хорошее дело. И тут у нас пересветик, вот. Сделать хорошее дело. Но, Лера, мы пойдем когда-нибудь знакомиться, да? Я вас хочу познакомить вот с людьми, которые помогают людям. Это Тина. Привет. Это основатель, со-основатель, да? Расскажи, пожалуйста, что вы делаете, что вы вытворяете тут? Мы помогаем всем бабушкам и дедушкам Киева и немножко Украины. Мы их развлекаем, мы их одеваем, кормим и вообще делаем их жизнь чуть лучше и ярче. А расскажи, пожалуйста, что вы конкретно? Это так интересно. Мы в этом году построили летний кинотеатр для пенсионеров. Это такой мультифункциональный хаб в гидропарке. Очень современная, классная площадка. А не пенсионеры? Это на Умке? Нет, не могу. Это только в сопровождении бабушек и дедушек. А, правда? Это только-только для пенсионеров. И молодежь очень хочет туда попасть. А, красиво, здорово. Вечеринки, спиддейтинг. Но это только для бабушек и дедушек. Офигеть. А что еще расскажите? Я знаю, что вы же еще так договоритесь, чтобы они ходили на английский, да? Да, у нас есть курсы английского и иностранных языков вообще. То есть, если вдруг бабушка начинает разговаривать на английском языке, знаете, что она имела дело жизнелюбово? Если бабушка зарегистрировалась в Тиндере, это тоже наша работа, потому что у нас есть курсы компьютерной грамотности. Мы учим их пользоваться фейсбуком, оплачевать щитаку онлайн или выходить дома, продавать свои вещи и знакомиться. Вот Тиндеры мы, например, открываем. Офигеть, ребята. А, почему бы я? Офигеть, блин, как лёг. Мне тут так нравится. Вы знаете, что? Ты когда попадаешь в пространство какое-то, ну, у меня так, я человек энергии, и я вообще считываю людей, у меня есть такая штука людей, и пространство для меня это очень важно. Я вот сюда зашла, и я хочу здесь жить. Мало того, у меня здесь прям так комфортно, я уже здесь работала. Это наш маленький Нью-Йорк, и мы искали такое помещение, которое было очень творческим, классным. Мы связаны вообще с такими грустными историями, и вот оно нас восстанавливает, вдохновляет тех, кто сюда приходит. Класс! Это Будда 18 века, вообще. Боже, сойти с ума. Ребята, у вас так круто вообще. Тиночка говорит, что вот это вот вяжет жизнелюбок. Боже, это же надо было такое клевое слово. А мы это все продаем, это красивые предметы интерьера. А вот это? Это наш платок-символ. Кажем так же, с нареком, мы плавляем по профессии по маме, ну, в общем-то, по желтым. Он ассоциируется, да, вот так вот, клево. Очень клево. Ребята, мы делаем очень клевое дело. Знаете, я вам расскажу такую историю. У меня дело в том, что нету бабушек и дедушек, к огромному сожалению. Я так страдаю, у меня нету сестер и братьев. У меня только мама и папа, конечно, мои друзья, моя команда. По маме на Лене я даже не знакома со своей бабушкой и дедушкой. Они умерли до того, как у меня в возрасте, очень папа большой. Вот, кстати, моя мама Паве 78 лет. Он у меня точно жизнелюбна. Ну, он такие шутки, я вам потом расскажу, это не надо. Он очень много шутит, и очень-очень так, как будто человеку 20 лет. Мы с мамой немножечко удивляемся. А вот, а по маме на Лене я очень их любила, но они умерли тогда, когда мне было там лет 12. И я очень вообще за нее скучаю. В разные дни рождения летом. И когда я прихожу в супермаркет, я всегда, вообще всегда, потому что у меня накатываются слезы, я не понимаю, как можно иметь бабушку, дедушку и быть жестоким сыном, дочкой или внучкой, и никак не помогать, чтобы она ходила и там плевалась, потому что яблоки стоят дорого, и она не может их себе позволить купить. Я всегда на кассе оплачиваю либо счет, либо если передо мной, либо после меня я вижу, всегда оплачиваю счет. У них происходит какой-то момент из прям какого-то дикого счастья. Они понимают, что я вообще, да, кто ты, что ты делаешь. Потому что у меня прям слезы. Я не могу. Когда она ходит там по рядам, я смотрю и говорю, а если я куда-то очень спешу и не буду ждать, пока она дойдет до той кассы, я просто вот так подбегаю, на, вот так, возьми денежку там уже куда-то ей там дам. Вот. И она тоже, она не понимает смысле, то есть у меня есть возможность теперь еще и гречку купить. Вот так. И я, поэтому, на самом деле, я не случайно, не просто так. Я вот здесь. Так что я очень рада. К вам очень. Я очень рада к этому иметь какое-то отношение. Правда. Несмотря на то, что нет бабушек-едушек, теперь наши бабушки нет. Ставка супер-внучки, да. Спасибо большое. 74 год. Вот. Ну просто так, чтобы было бы... Машеньке 87, Любочке тоже 78. Очень сомневаюсь, что они оденут такие наряды, но мы не успели им предложить, чтобы они уже были в них. Никакого вообще... Слушайте, и вы сделали такое... Вот это, это вообще фирма. Боже, лосин в пайетках, пожалуйста. Это просто фирма. Это очень клевая идея. Боже, это такая красивая фотография. Она прям красивая. Ты знаешь, что тут, любой бери и просто перерисовывай. Эта женщина, она абсолютно не выглядит на свое волосы, на сфере. 72 года. Нина Волкова. Она художник, поэтесса. Она сама делает косметику по уходу за своим лицом, за собой, такой из домашних условий. В общем, такая невероятная женщина. Коже, вы смотрите, пожалуйста. Я пошла. Есть кое-кто похожее, просто на него, мне кажется. на его стилечек. Мне хотелось бы выглядеть в 70, как выглядят вот тут люди. Вот так вот. Но мне кажется, я так и буду. Ну, кажется, мы все так и будем выглядеть. Ребятушки, меня зовут Настя Каменских. Я почетная супер-внучка жизнелюба. Сейчас уже наступает зима, становится очень холодно. Нашим жизнелюбам обязательно нужна теплая одежда. Я лично сама занесла кучу теплых носочков, варежек, разных кофточек. И вас очень хочу попросить, небезразличных людей, людей, которые ценят вообще работу всех нас, жизнелюбов. Пожалуйста, под этим видео мы оставим всю вам информацию. У кого что есть, присылайте, приносите. И, слушайте, надо делать добрые дела. Поверьте, это так круто, так приятно. Тем более, когда холодно, хочется обязательно кого-то согреть. Ребята, я накажусь сейчас на съемках на М1. Боже мой, я наконец-то сюда добралась к этому самому любимому каналу. Канал, где я была, между прочим, ведущей и не раз вместе с Потапом. Девчата вот тут пришли и сказали, что я вдохновила их на какую-то программу. Рыбка рассказывает, что произошло, на что же я тебя там вдохновила? Есть программа телевлог про блоги звезд. И именно благодаря Энкоблогу в общем-то мы эту программу придумали. Не зря. Потому что еще где-то месяцев даже 8 назад я посмотрела один выпуск, а потом сзади я уже посмотрела все. Ага, давайте-давайте. Я не стала просто жалко, что этого не видят зрители. И как-то вот поэтому мы придумали такую программу. Я начала дома заниматься спортом тоже быстро. О-о-о! Класс! Я себя, я не успела ходить, но я себя заставляю и когда я, каждый раз, когда я начинаю себя жалеть, я говорю, нет, надо. Правильно! Это очень правильно. Ребята, и вы, кстати, все, кто еще до сих пор не занимается спортом, а просто смотрит мои влоги и думает, какая же Настя молодець, что она там ходит и мучает себя. Нет, ребятушки, мы не просто смотрим влог, мы берем, поднимаем свою и идем работать. Ееееее! Сейчас буду подписывать чарт M1, да? M1, мюзик и варч. Чарт. Всем привет! Сьогодні МК Настя Каменський будет ведучей М1, мюзик и варч. Вся краяна за тому ваших подушек чекает на эту самую рандиаренную музичную подію року. Минулого, минулого, Минулого року самая ця группа отримала статей от М1 в номинации «Альтернатива». Вже 9 грудня в Палаце Спорту возбудется наивидночнейшая подія року. М1 Music Award 2017. Ребята, мы записываем сейчас блог по блоге. Да, да, да. Блог по блоге. Да, мы записываем для МДН. Первое – ТВ. Ту-ту-ту-ту-ту. Вы долго будете напевать. Долго. Что самое сложное в съемках блога? Самое сложное, наверное, сделать это вовремя. Поэтому у меня, честно говоря, с датами бардак, ребята. Пишет какой-то нам дуть в дуть. В общем, спрашивает, что вообще зарабатываешь с монетизацией? Зарабатываешь вообще? Можно ли прожить на средний доход с монетизацией Ютуба? Настя, конечно. Вы знаете, я вам честно признаюсь, я гораздо больше трачу затраты. У них очень большие затраты, потому что у меня сидит мальчик Тёма, который Шамбалев, который монтирует, помогает. Потому что изначально я там что-то монтировала, но я уже не успеваю. Вот. Естественно, есть какие-то штуки, которые мы придумаем, вот это там снимаем. Помещение и так далее для того, чтобы все это вам снять. Поэтому у меня только одни затраты, но это затраты в удовольствие. Ну какой самый большой гонорар предлагали, допустим, за рекламу? Это нельзя назвать рекламу. Я реально с кем дружу, могу там показать. У меня Аня моя, мой дизайнер. Мой дизайнер Аня. Я вообще, мне кажется, у меня все влоги. Аньчо, классно, кстати. Аньчо, да. Я ее очень люблю. Это моя подружка. Я, естественно, показываю, что я ношу, что я одеваю. Что там предлагают? Слушай, ну, во-первых, есть какие-то принципы, во-первых. Во-вторых, это достаточно деликатный такой вопрос. Я не могу сказать, что. Ты же видишь мои влоги и видишь, что там нет рекламы. Да. Поэтому все, что я там рекомендую, мне можно верить. Я черти шо не выкладываю. Любая там косметика, еще что-то. Я все-все пробую на себе и все показываю вам. Я, посмотрите, пришла в гриналку, а тут такой сюрприз. И честно вам признаюсь, это моя любимая певица. Это вот эта девочка. Моя любимая певица, говорю. Вот эта девочка. Мишелька просто вести вот как-то и все. Я пришла, я же гость, а ты тут ведущая. Расскажи, пожалуйста, что как тебе вести, вообще прикольно ли тебе? Потому что, может, тоже с подарком Вилли когда-то. Конечно, мне очень нравится. С каждым разом все лучше и лучше. У меня до сих пор бабочки в животе, когда я одна. Ты переживаешь? Угу. Ребята, я прошу Молдуну, чтобы она меня, тренировала на испанском языке. Я бы очень-очень хотела учить. Я же прошла в Италии семь лет и comprendo todo. Но я же учила в институте. Но как-то мне не хватило на самом деле это сил, потому что уже потом были гастроли. И я... Да, очень хорошо. Я могу говорить испанском. Но... Нет, я понимаю все, но я не могу говорить все. Да. Так вообще, мне не нужно ничего тебе сказать. Эй, Лилюля! И сразу не нужно! Ха-ха-ха-ха. Моя сыночка, я тебе желаю хорошо записаться. Спасибо. И вот так мы только видимся. А вот так мы только видимся. Но я знаете, что вам хочу сказать? Я вот вчера пишу, Мишель, я так по тебе соскучилась. Вы знаете что? Вы не знаете, вы даже не представляете точнее, что это за человек. Это не просто девочка. Она не просто певица. Это ребенок, который так заходит в солнце и сияет все вокруг. И я считаю, что тебе нужно побольше тоже укладывать своих блогов. Да. Для того, чтобы это дарило хорошее настроение. Ребяточки, я оставлю вам посылочку под этим видео, где вы можете подписаться на блог Мишельки. Да. Смотреть, как она, как ее развивается карьера. Это можно резать. Вот накладочка. Это вообще весь ее парик? Нет. Вот накладочка. Я же исправил. Надежда, я не переживаю вам. Я без супровизации. А, все. Вот ты вот берешь, тебе прячь. Вот. Ну, это будет довольно резко. Вот так-то, да? Вот так. А, да. Уберите руку, да. Это зеркало, да? Да. И смотришь зеркало. Да. И в шоке, да? Что, я тебя убью. Не надо. Вот две прячутки. Вот тут одну, вот тут другую. После этой информации. Вот тут и вся. Он может быть самая красивая, что ли? Вот. А вы у вас посылаете? Конечно, я понимаю. Еле вы думали. В моем графике я нашел на окошко для вас. И жалкая пародия на Потапа. Зачем ты так говоришь? Это ты Потапа. А, это я Потапа. А, понял. Сегодня мой друг со мной. Я немножечко в другом образе. Мы сегодня снимаем ночь. Очень-очень клевый скетч 5.95 квартала. Киев вечерний новый сезон. Еее. Сегодня мы находимся с вами на съемке. Съемке одного очень-очень прикольного видео. Необычного. Все, наверное, видели мою коллаборацию с Оленой Веной. Так вот, сегодня я участвую еще в одном прикольном видео. Меня пригласили поучаствовать рефери. Это НК Блок. Это Настин Блок. Я рада, что эта песня стала хитом. Ну, она реально стала хитом. Очень веселое шоу. Не плачь, зайка. Очень прикольно будет. Итак, ребята. Конкурс такой. Соревнуются у нас сегодня девочки и мальчики. Каждый из команды должен подбежать, всосать макаронину, отбежать. Кто быстрее справится, тот, естественно, победил. Я могу рассказать вам один секрет. Когда мне было очень-очень плохо. Когда мне было тяжело-тяжело-тяжело. Или когда бывает. Я закрывала глаза. Переношусь в другое место. Но поскольку я мечтаю получить Грэмми, я всегда переносилась. И переношусь в гримёрку. Перед сценой. Перед Грэмми. Я представляю мельчайшие вообще детали. Что у меня лежит на столе. Какой помадой я крашу бубы. В чём я одета. Какие там лампочки. Красивые. Это мне очень сильно помогало, на самом деле. И я хотела бы вам посоветовать это крутое вообще лекарство. Если вам сложно. Вы не знаете как себя собрать в кучу. А надо работать. Надо продолжать куда-то идти вперёд. Надо вот ставить себе, например, то волшебное место. Единственное вправе. Здесь очень холодно. Очень-очень-очень-очень-очень холодно. А ещё на улицу пошёл первый снег. Но вообще это никак не сравнится с ребятами. Потому что они еле разговаривают. Вот. Тут классные, прикольные. Разные конкурсы. Короче, мне кажется, что вам понравится. Давайте решим так. У Насти вышла новая песня. Очень полезная песня. И мы сделаем такой последний конкурс. Споют её кусочек девочки. И споют мальчики. Здравствуйте. И Настя определит, кто победил. Мы уже записываем последний конкурс, в котором нужно спеть мою песню. Это моя ночь. Это моя ночь. Это моя ночь. Это моя ночь. Оставляйте комментарии. Это моя ночь. Под клипом с хэштегом. Это моя ночь. И Настя выберет трёх счастливчиков. И сделает им сигны. Сделаешь? Сузер, да. Ребята, пришло время разыграть сигну, как я и обещала. Спасибо вам большое за то, что оставляли свои комментарии. За то, что реагировали. За то, что смотрели мой клип. Для меня это очень важно. И мне очень-очень приятно. Я уже определилась с победителями. Вот. И сейчас хочу всё, собственно, огласить. Список ребят, которые получат мою сигну. Что за странное слово? Сигна. Сигнича, типа, да? Уже сокращают все слова на свете. Анастасия Арефьева. Лилиана Воронич. Элиза М. Эти три девочки получат мою сигну. Если вы хотите ещё такие конкурсы, лайкайте это видео. И обещаю, мы что-нибудь придумаем. Моя сладкая, ты меня ждала, мой маленький пончик, да? Моя девочка ждала с работы подружку свою. Мими, вот, кстати, всем интересно. Расскажи, как ты по мне скучаешь? Расскажи. Порой даже обижается. Да? Ты обижаешься порой? Я сейчас бежу у двери, потому что у меня нет сил добыть зайти в квартиру. Я сейчас пришла после очередной фотосессии дико-дико замёрзла, но результат будет просто потрясающий. Порой бывает очень тяжело, но я обожаю свою жизнь. Я мега счастливый человек. Я вам желаю найти то дело, которое вы будете делать с удовольствием. Несмотря на усталость. Да, мимосик мой? Моя шлетка. Она так скучает по мне. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и смотрите, живите со мной. Это была Настя Каменских и вы смотрели мой видеоблог.